Любая пломба на корне Это раздражение десневого края Это нарушение гигиены полустирка Это дополнительный кариес Это боль И это рецессия из первого класса Переходит во второй, третий, четвертый класс То есть мы сами создаем проблемы пациенту Рецессии десны бывают как на естественных зубах Так и на коронках На ортопедических конструкциях Нужно выделять следующий показатель Имеется ли промежуток, пустота или щель Между коронковой частью, коронкой и корнем зуба Если щель отсутствует, прилегание коронки достаточно герметичное То без снятия ортопедической конструкции Возможно устранить рецессию А если имеется нарушение краевого прилегания Коронка длинная, толстая И имеется промежуток между коронкой и корнем Без изготовления временной коронки Соответствующей формы Нельзя пытаться закрывать Обнаженную поверхность корня Это обречено на провал Это однозначно Рецессия десны встречается и в имплантологии Через несколько лет после изготовления ортопедической конструкции В чем причины? Причина первая Это недостаточность костной ткани Причина вторая Это отсутствие прикрепленной кератинизированной десны Еще на этапе изготовления ортопедической конструкции Причина третья Это воспаление То есть нарушение гигиены полуострита Рецессия десны бывает в области адентилии Или в результате нашего с вами хирургического вмешательства При выполнении неправильных разрезов При наложении неправильных швов Мы получаем нейтрогенные рецессии Это тоже надо учитывать Вот этой первой частью я хотел показать Что рецессия десны многограмм Она бывает как физиологическая Как после ортопедического лечения Как после имплантологического лечения После ортодонтического лечения Рецессия десны бывает классическая При которой линия цементно-амалевого соединения Она не нарушена Такие рецессии десны осложняются Некорезными дефектами Как в коронковой части Так и в корневой части И каждый тип рецессии Имеет особенное лечение Для того, чтобы выбрать Таутику лечения Нужно давать четкое определение Этой рецессии Потому что классическая рецессия Это один тип лечения Некорезные дефекты плюс рецессия Это другой тип лечения Рецессия десны после хирургического лечения Это третий тип лечения Вот одного рецепта нет То есть первое определение Мы с вами познакомились с этим Какие же причины развития рецессии десны? На эту тему может уйти целый день Но вкратце Вкратце Основные причины Они следующие Первый заголовок Травматические причины И очень хочется сказать Что Самих по себе причин Недостаточно Чтобы рецессия развивалась Нужны еще и предрасполагающие факторы Факторы ухудшающие Ситуацию полуострита Поэтому тут надо всегда смотреть То, что сейчас во рту И то, как этот человек устроил Когда он был совсем маленьким Когда его зубы прорезывались Чем его кормили Насыл ли он брекеты Удаляли ли зубы То есть надо изучать абсолютно все Травматические причины Зубная щетка Объективно То, что приводит К возникновению Вот сейчас Рецессии десны Это грубое трение Зубной щеткой По зубам Грубое трение Сегодня я вам пациентам говорю Они спрашивают А что, я 40 лет живу И я не умею правильно чистить зубы Я говорю Скорее всего Вы умеете правильно чистить зубы Но та тактика Или техника Которую вы чистите Она не соответствует Строению ваших зубов В толщине вашей десны Это очень важно Этот параметр учитывать Получается, что Или зубная щетка Достаточно жесткая Или пациенты Совершают неправильные движения Или пациенты Через чур Требовательны к себе И пытаются Добиться идеальной Чистоты во рту Это как раз Приводит к истиранию Вестибулярной поверхности зубов То есть Над тремя этими пунктами Мы с вами Обязаны Ежедневно На клиническом приеме Продохнуть Межзубной нить Многие из нас Рекомендуют пациентам Пользоваться Межзубной нитью Но единицы из нас Обучают Проверяют И исправляют Как этим инструментом Пользоваться Неправильное использование Межзубной нитью Приводит К Просвещению Межзубного Засочка Возможные И к рецепции Десны Ортопедия Ортодонтия Окклюзия Нужно Вот раз И навсегда Понимать Что Сама по себе Патологическая Окклюзия Она не вызывает Рецепции Десны Под термином Окклюзия Мы всегда И ортопедия Мы всегда Выделяем Это Грубая работа Бороннинга Грубая работа Рекракционной нитью Это Несоответствующая По длине Ширине И толщине Ортопедическая Коронка Вот Все это В большей степени Приводит к рецепции Нежели Теоретически Неправильно Окклюзия Доказательств Нет Теоретически Можно написать Все что угодно Многие из вас Были на Лекциях Мастер-классах И Профессоров Зуке Или Цура Если Полистать Их литературу Можно увидеть Отдаленный Результат Лечения Рецессии На Неправильно Расположенных Зубах С результатом 10 лет И он Описывает Что Да Мы не должны Забывать Про окклюзию Но Мы не должны Свято верить Что это Приводит К рецессии Если вы Правильно Выполнили Мануальные Навыки Вы Дали Четные Рекомендации Пациенту Вы проверили Что пациент Чистит Правильно Аккуратно То Рецидива Не может Быть Бактериальная Причина Воспаления Краевое Или Аккуратное То Здесь Рецессия Изначально Уже Может быть Имеется Тонкий Дисневой Крак И Легкое Воспаление По типу Гингивита Может Вызвать Рецессию Дисны Но Этого Краевого Воспаления Недостаточно Если Пациент Чистит Если Пациент Ухаживает За полостью Рта А если Он Все-таки Использует Неадекватную Зубную Щетку То Это Может Вызвать Рецессию Но Это Тоже Не Первопричин Другие Причины Вирусной Этиологии Смешанной Этиологии Что касается Вирусной Этиологии То Здесь Мы Только Можем Предполагать И Литературе Указано Что Вирус Простого Герпеса Если Появляется На слизистой Губ Он Также Возможно Появляется На слизистой Тесе Слизистой Обложки Полустирка И Это Вызывает Истончение Дисневого Края Если Мы Не Обращаем Внимание Пациента На Эту Особенность Пациент Может Продолжать Чистить Зубы Как Обычно И Это Может Привести К Истиранию Дисневого Видя вот такую ситуацию Рекомендовать Человеку Воздержаться От Гигиены Полустирка На Две Недели Заменить Зубную Щетку На Роковые Планочки И Возможно На Монобучковую Зубную Щетку Для Того Чтобы Он Мог Очищать Только Лишь Вестибулярную Поверхность Не Нанося Себе Вред Предрасполагающие Факторы Предрасполагающим Факторам Относятся Тонкий Биотиптис Дегисценции И фенестрации Авелярного Отростка Выступание Корней Неправильное Положение Зубов Патологические Прикрепления Уздечек И Этерогенные Факторы Прикрепления Прикрепления